Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, в этом сюжете мы с вами пройдем по некоторым улицам Москвы. Будет у нас с вами ночная прогулка. Ролик записан 1 декабря. Небо чистое. А это говорит о том, что на улице немного подморозило. Дорожки стали сухие. И мы по ним сегодня с вами погуляем. Памятник князя Владимиру. И мы с вами пройдем по направлению движения машин в сторону улицы Маховой. Также идут туда пешеходы. По Маховой улице мы пройдем в сторону улицы Охотный ряд. Ну а далее по Тверскому проезду поднимемся к Лубянской площади. Визуально это кажется одной улицей, а в действительности это не так. В целом, в этом сюжете мы постараемся ответить на один из самых частых вопросов в преддверии самого желанного и большого праздника в году Нового года. А именно, как, когда украсят Москву к Новому году. Правда, город и без украшений, как сказочный. Вы это все дело увидите. Ну а то, что будет в сами праздники, то, что будет происходить на улицах, то это как минимум в два, а то и больше раз ярче, светлее, чем в данном сюжете. И именно 1 декабря мы с вами пройдемся в центре города. Вот давайте об этом и поговорим в нашей очередной прогулке по городу. Как вам уже известно, многокилометровые гирлянды, разнообразные праздничные арки, множество елок и прочие новогодние атрибутики ежегодно вызывают восторг и дарят атмосферу праздника. И детям, и взрослым. Уже в декабре можно любоваться волшебной иллюминацией, сказочным преображением города. Украшение столицы начинается заранее. И чтобы к празднику город был полностью готов, а гости и жители смогли насладиться новогодней атмосферой, еще до основных мероприятий, вот работы по декору московской территории традиционно и официально стартуют с 1 декабря нынешнего года. Причем уже где-то примерно к середине первого месяца зимнего, а это у нас, как правило, 14-15 числа примерно по календарю. То есть подготовка к этим датам уже должна быть в городе завершена. Так что погрузиться в обстановку праздника можно, как говорится, заранее, за примерно 2 недели до него. Ну а демонтаж всех декорированных конструкций, он обычно запланирован после так называемого старого нового года, это где-то примерно 14-15 января. Тогда уже все это начинает разбирать. Таким образом, у вас есть достаточно много времени, чтобы побывать на разных инсталляциях, сделать памятные зарисовки, ну и посмотреть на город. В кадрах будут попадать и присутствовать некоторые атрибуты украшений. Конечно же, попадет не все, чему я рад, но некоторые элементы декора будут вам доступны. Поэтому даже будет в сюжете такая небольшая интрига. В этом году нам обещают нарядить город мощнее предыдущего. Ну а каким был он в прошлом году, и именно как украсили город и улицу, вы сможете рассмотреть в сюжетах, которые доступны на моем канале. То есть, перейдя по всем моим сюжетам, вы их там обязательно найдете. Ну и так, давайте поговорим, как все-таки будут украшать Москву, какими именно будут инсталляциями декорироваться улицы, где примерно это будут. Ну, как правило, будут использоваться традиционные праздничные тематические украшения. Безусловно, это ели. Конечно же, будут украшаться к Новому году разноцветными игрушками и разнообразными мигающими гирляндами. Неизменно они же являются главными атрибутами данного праздника. Будут установлены разнообразные фигуры главных персонажей Нового года. Как правило, Дед Мороз, его внучка Снегурочка. Также будут использоваться в дополнение фигурки разных лесных зверей из разных мультипликационных фильмов главные герои. Ну, а инсталляции и композиции воспроизводят традиционные новогодние сюжеты. Как правило, составляются они из нескольких фигурок. Ну, и в дополнение разными световыми эффектами насыщаются. Смотрятся, как правило, такие композиции ярко и празднично. Ну, а разноцветные мигающие огни, всевозможные гирлянды, светодиодные лампы в дополнение будут окружать такие инсталляции. Ну, и Москва в буквальном смысле слова озарится, засияет и полностью погрузится в новогоднюю сказку. Ну, разнообразные занавесы световых конструкций, как правило, их растягивают над головой. И они напоминают звездные россыпи на небе. Ну, обычно они очень эффектно смотрятся в темное время суток. Да и, собственно говоря, и сам город в это время, ну, становится действительно сказочным. Разнообразные беседки, в которых можно как и укрыться от самих осадков, так и устроить какую-то новогоднюю фотосессию, будут разбросаны по всему городу. Разные ажурные, сверкающие, красивые, высокие арки. Ну, мы уже полюбили их. И в прошлом году они были установлены. И гости столицы с удовольствием фотографировались вдоль этих арок. Ну, и вновь они будут нам представлены в разных локациях. Конечно же, они будут работать и по ночам, и по вечерам. Украшенные сцены будут и монтироваться, и устанавливаться в местах скопления людей для разных народных куляний, проведения всяких мероприятий, праздничных концертов. Также будут вдоль тротуаров располагаться и ларьки ярко разрисованные, разные площадки, ярмарки тоже, палатки, в которых будут торговать праздничной атрибутикой, разными угощениями, сувенирами. Ну, много разных новогодних украшений также будут представлены. Лишь бы вот ко всему перечисленному нас бы не поведали синоптики. Они, как правило, обычно глаголят о том, что Дед Мороз нам нужное приготовит и доставит вовремя, а по факту, как всегда. То есть синоптики скажут потом, что он куда-нибудь свернул в сторонку от нашей столицы и снега нам не дождаться. Ну, конечно, новогодняя погода и снег дает очень многое для полноты картины и самого праздника, поэтому, естественно, мы все ожидаем снег, ждем его с нетерпением. Также и многие городские службы приведены полностью в боевую готовность, поэтому все будет под чутким руководством. Только вот у нас синоптики остаются на свободе, как говорится, чтобы надо, чтобы Дед Мороз немножко взял под свой контроль, поуправлял бы ими по-зимнему так, чтобы они правду нам сказали наконец, да, и нажилали разные сказочные погоды под долгожданный праздник. Ну, давайте от шуток к серьезному. Что же на самом деле будет в городе? То есть, частью новогодней столичной программы будут и фейерверги, которые долгожданные для всех. То есть, они будут устанавливаться в разных частях Москвы. Ну, самые такие яркие инсталляции будут на Москворецкой набережной, ну, будет салютно с Пасской башни. Наверняка удивит какой-то зрелищностью, создаст какую-то атмосферу праздника. Ну, и разнообразные фейерверги будут запускаться в других местах. Как правило, это парк Сокольники, это на Поклонной горе, на ВДНХ, в парке Победы. Во многих местах это будет происходить. Ну, и ознакомиться с полным списком и локацией можно, конечно же, за месяц примерно до этих мероприятий на муниципальных веб-сайтах столицы. Это, как правило, официальный источник, где правдоподобная информация. Ну, а вообще масштаб работ по декорированию, то есть, центр полностью преобразится. Это большие масштабы, то есть, все его районы, ну, и, конечно же, отдельные уголки от центра также не останутся без внимания. В итоге вся Москва полностью погрузится в праздничную и новогоднюю атмосферу. Безусловно, улицы будут украшены, ну, такие, как, например, Никольская улица преобразится и засияет благодаря разным огням и новогодним композициям иначе, хотя она и так всегда яркая. То есть, Тверская основная улица будет украшена дополнительными разными фигурами новогодних персонажей гирляндами. Самая центральная и многоледная улица Арбат тоже погрузится в праздничную зимнюю атмосферу. Там будут монтироваться разнообразные световые инсталляции, новогодние, столешников переулок, ну, Камергерский переулок, уже вам знакомый, тоже всегда ярок, ну, и в дополнение преобразится и украсится новогодней тематикой. Ну, а сама Тверская, как я уже говорил, то есть на новогодние каникулы она станет местом для народных гуляний, пеших прогулок, заполнится разными декорированными красочными домиками, палатками, площадками, ларьками, в общем, будет полностью новогодней. Ну, и, безусловно, площади тоже будут декорироваться, на них традиционно устраиваются какие-то большие массовые гуляния и мероприятия. Красная площадь, она станет действительно сердцем столичных новогодних гуляний, то есть, во-первых, там пробьет 12 раз куранты на новогоднюю ночь, здесь и пройдут яркие мероприятия, разместят огромную украшенную елку, будет каток, по всей территории будут развешаны гирлянды, установлены разные инсталляции, также по соседству площадь революции заполнится сказочными героями, станет местом для проведения театрализованных поставок, ну, и также будет организована горка для катания. Все это будет весело, празднично и, конечно же, в активном, веселом настроении поддерживаться горожанами и гостями столицы. Ну, и Манежная площадь, безусловно, заполнится праздничными объектами, разными новогодними яркими фонтанами, инсталляциями, огнями, елями, миниатюрными домиками, палатками, каруселями, ну, в общем, все, как должно быть на празднике. Ну, и тематические мероприятия планируются проводить в разных местах, я их всех не могу описать одним словом. В общем, за всем этим мы будем, естественно, наблюдать, потому что каждый год что-то добавляется новое. Ну, и, безусловно, парки. То есть праздник можно весело встретить и там, в одном из парков столичных. Как правило, эти места тоже украшаются к Новому году, и можно погрузиться в атмосферу волшебства в таких парках, как, например, Сокольники, парк Горького, Победа, Измайловский, Филевский, Воронцовский, Кузьминский, Царицыно. Ну, тут будет точно много ярких украшенных композиций. Ну, и программа мероприятий обычно размещается на городских интернет-порталах. Там достоверная информация, что, когда, где будет происходить. Происходить. Заходите. И, безусловно, украшаются в преддверии Нового года все посещаемые места, в том числе и крупные торговые центры, рестораны, магазины, кафе. Причем декорируются они, как правило, не только с интерьерной части, но и фасады, и витрины. И владельцы заранее заботятся о декоре. Уже в начале декабря преображают заведения как снаружи, так и внутри. И около входных групп, как правило, устанавливают какие-то праздничные фигурки, или ели, или какие-то фасады, гирлянды, какие-то яркие вывески. Все это дополняет такую общую картину. В общем, одним словом, москвичей и гостей города ожидает яркий декор на Новый год. Его оценить масштабы помогут мои зарисовки из прощественных встреч. То есть это разные праздники, в том числе и встреча Нового года. В шапке канала YouTube есть очень удобная ссылка о моем видео. Перейдя по ней, вы увидите много разных сюжетов, сделанные мною в разное время суток года. Там удобная навигация. По всем моим сюжетам мы часто делаем разные зарисовки, прогулки по городу, наблюдаем за разными его уголками, смотрим, как он развивается, поддерживается, цветет и пахнет одним словом. То есть разные тематические мероприятия, сезонные праздники, ярмарки, просто районы города, улицы, скверы, парки, ну и прочие места для времяпривождения и отдыха. Поэтому тем, кто еще не подписался, я настоятельно рекомендую это сделать. В правом нижнем углу есть кнопка, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик, который вам потом в дальнейшем напомнит, даст вам информацию о выходе моих новых сюжетов. Помните, что центральная улица города перекрывается, выбирайте заранее маршруты, одевайтесь теплее, выбирайте также парковочные места, ну а лучше всего езжайте на метро. Потому как покататься на метро в новогоднюю ночь, это, конечно, шутка, но вряд ли кто-то это захочет сделать, посвятить новогоднюю ночь катанию на метро. Но, если вдруг такие есть, то теоретически такая возможность есть. В этом году метро впервые будет работать всю праздничную ночь, то есть с 31 декабря на 1 января. Единственный интервал движения поездов в ночное время будет дольше, то есть до 15 минут, так что учитывайте это. Да и вообще выбирайте заранее, ведь в преддверии именно такого праздника лучше добавляться или появляться где-то раньше, чем вы запланировали и начинать праздновать этот прекрасный праздник. Ну, обычно все водители наземного и подземного городского транспорта, многие сотрудники, продавцы и пешеходы переодеваются в новогодние костюмы, так что у вас будет возможность встретить огромное количество Дедов Морозов и Снегурочек в нашем городе. Ну, а мне будет приятно услышать вас, ваши комментарии, отзывы, разные рассказы и случаи по встрече Нового года. С удовольствием вас послушаю, отвечу или поделюсь своими какими-то взглядами, может быть даже и зарисовками в ответную. Зрители у нас прибавляются, подписываются, многие смотрят и без подписок. Среди наших зрителей много иностранцев, много людей, которые не могут по разным причинам побывать в Москве, но продолжают быть душой и сердцем, преданным городу, да и стране в целом. Пишут, скучают, делятся своими эмоциями, воспоминаниями, статистика канала показывает географию зрителей, смотрят нас более чем в 60 странах, это очень приятно. Я сразу пользуюсь моментом, поскольку затронул эту тему, благодарю сердечно всех за мощную и теплую поддержку, которую вы оставляете в своих комментариях. Рад, что делитесь моими сюжетами, показываете их другим людям, приходят на канал новые зрители. Это очень приятно видеть, понимать и чувствовать. Ну, одним словом, приятно даже то, что те, кто ранее писал всякие гадости, меняются и становятся вместе с нами в одной команде. Это действительно приятно. Ну, закончу я на этом свой очередной сюжет, буду готовиться к следующему. Не прощаюсь с вами, всего лишь говорю вам свое традиционное. Ну, а пока... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok